МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это действительно это существо, и что оно действительно оправдывает свою репутацию самого бесстрашного зверя в мире животных. Жизнь одного медоеда. Юг пустыни Калахари, территория медоедов. Медоеды – зомби дикой природы. По крайней мере, так гласит легенда. Эти редкие кадры запечатлели поразительное поведение, которое и прославило медоеда. Самец охотится на шумящую гадюку, ядовитую змею, способную убить человека. Он так голоден, что готов рисковать, уворачиваясь от смертоносных укусов. Один удар мощных челюстей – и змея убита. Но она успела укусить медоеда за щеку. Змеиный яд растекается по его венам. Жизнь покидает охотника. Но спустя два часа он возвращается с того света и продолжает ужин. Как медоеду это удалось? Для совершения такого подвига нужно много месяцев учиться и адаптироваться. И у него был хороший учитель – мать. Первый год жизни медоеды проводят рядом с матерями. Когда они подрастают и могут самостоятельно атаковать, они получают важные уроки охоты. Без матери у детеныша медоеда очень мало шансов на выживание. Именно в такой ситуации оказалась эта малышка. Когда ей было всего несколько недель от роду, стая собак лишила ее матери. Теперь она находится под опекой двух специалистов по дикой природе. Они дали ей имя Бэджи и стали для нее суррогатными матерями. Они хотят научить ее премудростям жизни медоеда, чтобы она смогла выживать самостоятельно. А она кое-чему научит их и нас с вами. Бэджи откроет для нас окно в невиданный ранний мир медоеда. Первым делом ей предоставили собственный дом на заднем дворе. У Бэджи будет всего девять месяцев на обучение, прежде чем опекуны предоставят ее самой себе. От по-настоящему дикой природы ее отделяет только тонкая проволока. Вольер огорожен не случайно. Калахари – недружелюбная и опасная пустыня. Как и другие здешние медоеды, она столкнется с хищниками, которые будут намного больше, быстрее и сильнее ее. Это край гепардов. Здесь охотятся гиены, которые могут с легкостью раздробить медоеду череп. А свирепые львы без колебаний атакуют неопытного подростка. Медоеды обучаются многим умным способам защиты. В первую очередь повернуться лицом к врагу, не отступать и этим ввести его в замешательство. Если это не сработало, задействовать анальную железу и распространить неприятный запах. Если все это не помогло и тебя схватили, то без боя не сдаваться. Эти львы поймали медоеда, но его шкура настолько крепка, что им сложно нанести последний смертельный удар. Шкура медоеда очень слабо соединена с мышцами, и хищник не может его как следует ухватить. Медоед заставляет львов попотеть ради ужина. На рассвете он, наконец, сдался. Бэджи пока в безопасности, но вскоре ей придется впервые выйти в естественную среду обитания. Это первый день бэджа в Калахаре. Чтобы ничего не случилось, нужно не отставать от кроссовок. Но, едва выйдя за ворота, она не смогла устоять перед новыми запахами и отстала от своего опекуна. Она впервые пробует охотиться. А боняние у медоеда в сотни раз лучше, чем у человека. Неудивительно, что она озадачена. На нее свалилось слишком много информации. Потренировавшись, она научится выделять и брать один конкретный след. Возможно, ей больше повезет с тем, что спрятано под землей. Медоеды – прирожденные землекопы. Их когти длиной почти 4 сантиметра позволяют рыть быстро и глубоко. Они могут вырыть до 50 ям в поисках пищи. У беджа хорошо получается. Но она забыла об одном – смотреть по сторонам. Бабуины охраняют свою территорию. Крупный самец в четверо больше беджа. Один за другим бабуины приближаются. В первые два года своей жизни медоеды усваивают кодекс защиты. Не отступай, иначе смерть. Это семейство прибежало прямо в ловушку ко львам. Малыш отстал и превратился в легкую мишень для львицы. Барсук моментально применяет полученные знания. Это их фирменный маневр. ответная атака. Стратегия похожа на историю Давида и Голиафа. Малыш удивил великана. Пирожник пытался убивать льва. Он просто выиграл время и немедленно скрылся. Наконец, Бэджи перестала копать и начала искать свою суррогатную мать. Но кроссовок и след простыл. Доминантные самцы выходят вперед. Незваные гости должны быть наказаны. Внезапно она почуяла их запах. Нужно срочно найти кроссовки. Она бежит назад по своему следу, пытаясь уловить запах своей защитницы. След вывел ее прямо к цели и очень вовремя. Бабуины боятся людей. Стадо отступает. Бэджи получила ценный урок. Смотри в оба и будь наготове. Бэджи уже вторую неделю на воле. Ее нос и естественное любопытство открыли для нее широкие просторы Калахари. Она учится собирательству, что является основой жизни медоедов. В их меню входит все, что угодно. Но Бэджи все равно пока не очень везет. Обычно медоеды охотятся и собирают пищу в одиночку. Короткие толстые лапы и мускулистые плечи придают медоеду вид агрессивной мощной машины. Но эти существа способны протиснуться в самые разные дыры и закутки. Они настойчиво суют повсюду свой нос и таким образом не только находят пищу, но и впутываются в неприятности. еда кусается и жалит. Но, несмотря ни на что, они все равно добывают опасную пищу, потому что медоеды имеют обходной маневр. Этот самец приближается к улью. Защищая свой дом, пчелы жалят, и большинство животных это знают, в том числе и этот парень. Но ему все равно. Он хочет добыть личинок рабочих пчел. В конце концов, он же медоед. Пчелы жалят его снова и снова. Как он это выдерживает? У него настолько толстая кожа, что защищает его как броня, а также у него имеются створки, которые закрывают уши во время атаки. Но самый мощный защитный механизм незаметен. Это стойкость к яду. Медоеды имеют защиту от яда, и это очень кстати, когда округа кишит самыми смертоносными в мире змеями. Медоед заметил кобру и пошел к ней. У кобр мало врагов, но им ни к чему приближаться к медоеду. Змея пытается укрыться на дереве. Но у медоеда всегда есть запасной план. Змея прыгает в попытке спастись. Охотник поймал кобру и получил порцию яда. Но он выживет, если был правильно привит. Молодой медоед должен постепенно повышать переносимость яда. Мать берет знакомство детенышей с ядом под свой контроль. Иногда все начинается с мелких укусов. Этот медоед работает над своими противоядиями. Скорпионы – хороший ядовитый тренажер. их укус опасен, но не так токсичен, как укус кобры. Он убивает насекомых и отпугивает хищников. Медоед знает, что делать. Он заходит для атаки сзади. Два укуса прямо в нос. Боль сравнима с ударом раскаленного ножа по телу, но медоед не отступает. Скорпион продолжает жалить ядом. Охотник делает смелый шаг и атакует само жало. Он выводит из строя смертельное оружие и закусывает скорпионом. Бэджа уже месяц, и ей пора начинать знакомиться с ядами. Это первое большое испытание для любого медоеда. Как она перенесет свою первую битву со скорпионом или яд, если она будет ужалена? Это первое столкновение Бэджи со скорпионом. Еда, приносящая боль, и которую сначала нужно поймать. Для опытного медоеда обилие белка награда, которая стоит перенесенной боли. Матери часто откусывают жало, когда детеныш впервые идет охотиться на скорпиона. Но опекун Бэджа предлагает ей полный набор. Она исполняет танец медоеда. Пару шагов вперед и несколько назад. она очень хочет его съесть, но ей приходится осторожничать. Опекун предоставил ей преимущество и поместил добычу в банку. Морда явно туда не пролезет. Но вот она прибегла к новому методу и начала загребать лапой. Довольная своей победой, она забыла об основной цели. но ненадолго. Неплохо для первой попытки. Теперь ей нужно найти скорпиона самостоятельно. Они с опекуном дожидаются темноты, чтобы скорпионы вышли на охоту. Видно сейчас хуже, но обоняние хищника и в темноте остается таким же острым. А под ультрафиолетовым излучением скорпионы начинают светиться. Бэджи нацелилась на добычу. Будто профессионал, она первым делом атакует жало. она сама догадалась, как получить прививку. А возможно порция яда просто делает пищу вкуснее. Жара в Калахаре усиливалась и животные начали прятаться от палящего африканского солнца или искать способы спрятаться в тень. Бэджи прохлаждается по-своему. Медоеды родственники выдор и плавают почти так же хорошо. Похоже, она уже выросла из детского бассейна. Возможно, она уже готова к чему-то большему. Может быть, она сможет поплавать в озере ближайшего оазиса. Все места здесь заняты, но Бэджи начинает осмотр. По дороге к воде она встретила странное существо. Что это? Еда? Игрушка? Может, друг? друг? Субтитры сделал DimaTorzok Если черепаха не выходит играть, возможно, бородавочники будут сговорчивее. Но Бэджи не понимает, что бородавочники не играют с медоедами, а доставляют им неприятности. С каждой вылазкой на свободу Бэджи становилась все более уверенной в себе и все более независимой. По дороге к оазису она столкнулась нос к носу с существом, которого до сегодняшнего дня еще никогда не видела. Любопытство пересилило страх, но вскоре ситуация изменилась. Меньшее существо получило бы страшные раны, но Бэджи, вероятно, спасла ее толстая кожа. Она отступила, но потом развернулась и исполнила ответный маневр медоеда. Это была ее первая агрессивная защита. По крайней мере, ей хватает ума понять, когда стоит свернуть удочки. Бэджи исполнилось пять месяцев, и она готова к одному из важнейших уроков в жизни медоеда. Медоеды часто совершают высотные набеги, атакуя гнезда ткачей и птенцов-тетеревятников. Для этого урока Бэджи понадобится небольшой стимул – запах дохлой мыши. Начало было неплохим, но потом все пошло наперекосяк. Возможно, она еще слишком мала. Ей нужно еще подрасти и отрастить когти. Умение лазать по деревьям важно не только для того, чтобы ловить птиц и грузунов, но и по другой весомой причине. Леопарды лучше всех хищников Африки карабкаются по деревьям. Они также одни из опаснейших врагов медоедов. Но если они все сделают правильно, то могут перехитрить леопарда и добыть себе обильный обед. Леопарды способны убить достаточно крупную добычу, чего не могут медоеды. И они часто прячут пищу высоко на деревьях, в недосягаемости для большинства конкурентов. Но только не для соперников с отменными навыками альпиниста. Кот из дома, медоеды в пляс. Хозяйский ужин достается им. Прежде чем учиться воровать, Бэджи нужно уметь уверенно карабкаться по деревьям. В семь месяцев она уже стала подростком по меркам медоедов. Но если бы у нее была мать, она все еще оставалась бы с ней. Пора пересдавать экзамен с деревом. Начало вышло неуверенным, но она проявила терпение и карабкалась дальше. Ее когти уже достигли максимальной длины. Они длиннее, чем у барибала. Барибалы полагаются на свои сильные когти, чтобы подтягивать свои массивные тела на деревья. Вес этих животных может превышать 90 килограммов, а длина когтей – 3 сантиметра. Но средний вес медоедов – 9 килограммов, а их когти на 6 миллиметров длиннее. Они как ножи для колки льда. Бэджи почуяла запах пищи. Она где-то здесь. Действия Бэджи трудно назвать грациозными. Но принцип она поняла. Она сорвала джек-пот, спрятанную дохлую мышь. Бэджи предпочитает есть на земле. Скоро она достигнет совершенства, будет атаковать змей и воровать у леопардов. Да, мечтать не запретишь. Урок на сегодня окончен, но Бэджи продолжает изучать окрестности. Возможно, после такого успеха ей захотелось самостоятельности, и она скрылась в кустах. Пути медоеда и опекуна разошлись. Ночью леопарды и львы выходят на охоту. Бэджи никогда не ночевала в одиночку. Опекуны не уверены, что она к этому готова. Бэджи! Бэджи! Ну же, Бэджи, вернись! Шли дни. Вольер Бэджи продолжал пустовать. Сообщения о появлении поблизости леопардов заставили опекунов усилить поиски. Розыск пропавшей Бэджи продолжался, но шансы на ее возвращение постепенно снижались. В такой местности это все равно, что искать иголку в стоге сена. Самка медоеда за один день может обойти 130 квадратных километров. Добавьте сюда еще и подземный мир, где они обустраивают себе жилища. Бэджи может быть где угодно. На рынке подземного жилья в Калахаре высокая конкуренция. Лабиринты из тоннелей и залов – это первоклассная недвижимость. Трубкозубы, сурикаты, барсуки – все они хотят ее запрещать. Некоторые сами строят себе жилища только для того, чтобы их выгнал агрессивный сосед. Суррогатная мать Бэджи приближается к норе. Бэджи вылезла из ямы. Похоже, это ее берлога, ее собственный дом. У нее все хорошо. Немного подкормив питомца, опекун решает позволить ей продолжать самостоятельную жизнь. Пустившись на поиск приключений, Бэджи наткнулась на редкую находку – пустую нору. Теперь она в ней поселилась. Нора просторна и имеет несколько входов. После уборки и небольшого благоустройства в ней стало удобно, как дома. Но вместе с правами собственности на хозяйку свалились обязанности, к которым она не была готова. С наступлением вечера Бэджи простодушно ушла на поиски пищи. Но поиски абсолютно ничего не принесли. По возвращении она заметила, что что-то не так. Она уловила запах соперника – дикобраза. Колючий грызун может доставить Медоеду немало неприятностей. Он займет нору и будет защищать ее до последнего вздоха. Бэджи никогда не видела никого подобного, но знает, что захватчик должен уйти. Она проверяет все окна и двери. Как его выгнать? Девятикилограммовый дикобраз вооружен 30 тысячами смертоносных игл. Дикобразы носят на себе шубу из кинжалов. Они не стреляют иглами, а укалывают ими нападающих. Эти львы пытаются перекусить дикобразом. Но обойти эти иглы практически невозможно. Одна львица попробовала и получила иглу в пасть. А правиться ей будет нелегко. У Медоеда толстая кожа. Но нападающий дикобраз может попасть иглой в морду или в глаз. Бэджи решила, что дикобраз уйдет только если самой его выгнать. Она делает свой ход. Еще раз обдумывает и повторяет попытку. На этот раз ей удается выгнать дикобраза. Но это только начало. Он может вернуться через другой вход. Она должна выгнать незваного гостя за пределы района. Зловещая тряска иглами – это предупреждение. Как и шорох хвоста гремучей змеи перед укусом. Соконьи полых игл друг от друга создают шум. Дикобраз наиболее опасен с тыла. Поэтому Бэджи старается зайти под другим углом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СООБЩЕНИЕ Ей все удалось. Ее первая победа в битве на диких просторах Калахари. Она отстояла свой дом. Теперь Бэджи знает, что долгие прогулки чреваты последствиями. Она старалась оставаться в норе, но в конце концов голод заставил ее выйти. Похоже, на поверхности поживиться практически нечем. Но она знает, что в темных подвалах Калахари процветает тайный животный мир. И чтобы до туда добраться, нужно копать. Бэджи пока не наловчилась рыть проходы для продвижения вперед. Но она тренировалась. И это, наконец, принесло результат. Она нашла мышиную нору. Бэджи не может похвастать скоростью реакции. Но, по крайней мере, ее обоняние созрело, и она хорошо держит след. Барсуки часто дуют в норы и слушают, как добыча передвигается под землей. Она что-то услышала и снова принялась работать передними когтями. Горы земли привлекают других охотников. В грунте, который выбросила Бэджи, полно подарков для мухоловки. Это не щедрость, а умная приманка. Птицы тоже входят в меню медоеда. Она все еще слишком медлительна. Все пируют, кроме медоеда. Бэджи возвращается к вырытой норе и продолжает углублять ее. И снова Бэджи спотыкается. Но не сдается. Ее первая успешная охота. Каждый день новые победы. Но Бэджи докажет, что она настоящий дикий медоед, только когда преуспеет в серьезной охоте. Шли недели. Бэджи быстро взрослела. Теперь ей 12 месяцев. Если бы у нее была мать, она, вероятно, до сих пор оставалась бы с ней и училась премудростям охоты. Но ей приходится все познавать самой. Сегодня Бэджи повстречается существо, которое заставит ее проявить настоящее мужество. Это должно было случиться в ближайшее время. Бэджи некому научить, некому защитить. Задача может оказаться непосильной для нее. Что она сделает? Убежит или будет бороться? Это важнейший ритуал для медоеда. Испытание на сообразительность, выносливость и силу. В летние месяцы змеи составляют большую половину их рациона. Если Бэджи не научится драться со змеей, она умрет с голоду. Бэджи заметила метрового удава. Есть хочется, но она еще не сталкивалась с такой опасной едой. Защищаясь, змея может укусить ее своими острыми, как иглы зубами. Бэджи пыхтит в пустое бревно. Но это прекрасная охотничья техника медоедов для выманивания добычи. Ее этому никто не учил. Сработал инстинкт. Получилось. Теперь они столкнутся в открытую. Первый удар застал ее врасплох. Она никогда не видела такой скорости. Удар прямо в глаз. Вероятно, самое уязвимое место медоеда. Ей это очень не понравилось. Это битва рефлексов. И змея пока побеждает. Если Бэджи сможет ее укусить, она получит преимущество. Но змея мастерски защищается. Тогда Бэджи решила изменить угол атаки. Змея спешит укрыться. Но внезапно разворачивается и кусает Бэджи прямо в губу. Наконец-то Бэджи поняла, что змея не может сделать бросок в бок. И вот дело в шляпе. Ее первая убитая змея. Эта победа значительно повысила ее шансы на самостоятельное выживание. В первый же год своей жизни Бэджи доказала, что способна охотиться, как бывалый медоед. Даже в глазах к матери она освоила основы выживания медоеда. Упорство, ум и фирменные маневры. Теперь она готова пополнить ряды самых бесстрашных охотников живутого мира. Программа озвучена на студии Вели. Редактор субтитров А.Семкин